Антон Чернецкий О этих темах будем говорить сегодня со старшим исследователем Финского института международных отношений Ригором Нижниковым. Здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю начать с Молдовы, так как сейчас уже есть информационный повод, подсчитаны голоса. Давайте, наверное, начнем даже не с референдума, а именно с президентских выборов. Я коротко зачитаю результаты для наших зрителей. Значит, получается, что за действующего проевропейского президента Майю Санду голоса отдали 42,5% избирателей. А за ее оппонента от пророссийской оппозиционной партии социалистов, бывшего генпрокурора Молдова Александра Стояногла, 26%. Соответственно, 3 ноября пройдет второй тур президентских выборов. Перед этими выборами я читал о том, что были разные прогнозы, и в основном они были оптимистичными. Что Майя Санду достаточно легко выиграет уже эти выборы в первом туре. Лично для вас результаты этих выборов, они были неожиданностью или все-таки нет? Результаты выборов были, либо, скажем так, стали неожиданными вкупе. То есть, конечно, тот факт, что Санду не выиграла в первом туре, не является сенсацией. Но вот тот факт, что все-таки мы вернемся к референдуму, что референдум чуть было не провалился, это, конечно, большая сенсация. А если говорить в целом, то мы видим, что несмотря на опросы, несмотря на какие-то ожидания из Кишинева и среди экспертов, эти выборы стали референдумом по вопросу Санду и ее правления за последние 4 года. И, в принципе, молдаване высказались очень негативно. Скажите, если мы говорим вообще о референдуме, то есть, как мы видим, ситуация была условно на тоненького. До последнего не было понятно. Все-таки проголосовало больше людей за изменение Конституции Молдовы, потому что, как мы знаем, в Конституции Молдовы прописан нейтралитет. И вопрос был поставлен на референдуме таким образом, поддерживают ли граждане Молдовы изменения в Конституции Молдовы, которые предусматривают возможность вступить в будущем в Евросоюз. Я напомню, что Молдова является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Ну и, соответственно, был второй вариант проголосовать против такого развития событий. Ну и практически до последнего результат держался 50 на 50. В итоге за внесение поправок в Конституцию проголосовали почти 50,5% против, соответственно, 49,5%, чуть больше. Какой сигнал этот референдум послал, собственно, Евросоюзу? Потому что явно поддержка тех, кто выступает за вступление Евросоюза, она не доминирующая. То есть тут все очень-очень-очень близко. Сигнал, конечно, очень негативный. То есть если мы возьмем еще тот факт, что на избирательные участки пришло всего половина граждан Молдовы, и только половина из них проголосовала «за», то мы говорим о том, что только четверть населения поддерживает евроинтеграцию. И, конечно, учитывая тот факт, что ожидания всегда были до этого референдума, что большинство молдаванок, когда мы говорим «большинство», мы имеем в виду некоторые оценки давали даже 70% за членство в Евросоюзе. И, соответственно, это давало определенную легитимность как правительству Санду, так и Евросоюзу действительно продвигать активно повестку европейских реформ и интеграций. То сегодня мы можем говорить о том, что официально общество расколото. И официально, когда у вас половина населения против, вы уже не можете говорить о том, что Молдова избрала свой геополитический курс и не можете вести настолько однозначную внешнюю политику. И в данном случае это действительно стало большим ударом. И главное, действительно определит повестку следующего правительства. То есть, когда пройдут выборы следующей весной, и когда правящая партия потепит поражения, следующее правительство, какое бы оно ни было, как бы оно ни сформировалось, будет проводить намного более взвешенную и в какой-то степени не развернется от Европы, но будет намного менее интенсивно вести проевропейскую политику. И это поражение для Брюсселя. Я правильно услышал, что вы ожидаете, что на парламентских выборах в Молдове, собственно, партия Майя Санду ожидает поражения? Я правильно вас понял? Все совершенно верно. Я думаю, что мы определенным образом должны ожидать, что это правительство, если не случится ничего неожиданного, на следующих выборах потеряет власть. И в данном случае мы должны говорить о прошедших выборах, как действительно о своеобразном референдуме по правлению за последние 4 года. И мы видим, что антиправительственные настрои перебивают все остальное. То есть молдаване, в принципе, высказали свое недовольство. И если мы уберем голоса диаспоры из, скажем так, учитываемых, мы видим, что те, кто живет в Молдове, те граждане, которые находятся в Молдове и голосовали в Молдове, они подавляющим большинством голосов проголосовали против нынешнего курса Майя Санду. Не против евроинтеграции, а против Майя Санду и ее правительства. Как раз таки о том, что вы сказали, что диаспора очень сильно повлияла на эти выборы. Ну и также вы вначале отметили, что в целом явка была недостаточно высокой. Возможно, вы следили, у вас есть представление, кто эти люди, кто не пришел? И есть ли вероятность, что все-таки больше людей придет на второй тур, и мы можем ожидать каких-то сюрпризов и во втором туре президентских выборов? Во-первых, явка была выше, чем она, например, была на предыдущих президентских выборах. То есть в данном случае в какой-то степени вопрос евроинтеграции для многих стал триггером прийти и проголосовать. И это отвечает на вопрос, почему она в принципе такая низкая. Молдаване разочарованы политикой, они разочарованы своими политиками, они разочарованы и правительством, и оппозицией. Поэтому большинство из них уже устало, они уже через сколько таких циклов прошли, надежды и обрушение надежды через несколько лет после выборов. И многие из них уже просто перестали на это, я думаю, обращать внимание. Они не думают, что кто-то может принести ту трансформацию, которую они ожидают. И это говорит как про сторонников евроинтеграции, потому что они совершенно не верят тому посылу, тому лозунгу Санду, что Молдова будет членом ЕС через пять лет. Они совершенно правильно не верят в это и считают, что это вранье. Так и к тем, кто хочет вернуться в прошлое. Они в принципе не верят, что возвращение Советского Союза или Альянса России возможно. Поэтому эти люди в принципе уже считают, что надо думать о себе и не слишком обращать внимание на то, какое правительство находится у власти. Это, конечно, трагедия. Насколько вообще результаты и референдума, и выборов могут или уже скажутся ближайшим будущим на европерспективах Молдовы? То есть вы сказали, что ближайшие пять лет, о чем говорит Майя Санду, это невозможно. Но можем ли мы говорить о том, что теперь это откладывается еще на более далекое будущее? Да, я думаю, что мы можем говорить о том, что нынешнее десятилетие, если взять вкупе все эти трое выборов, то есть парламентский, президентский и референдум, приведут к тому, что мы будем говорить о 2020-х как об очередном утерянном шансе, очередном потерянном десятилетии для Молдовы. То есть мы должны говорить о том, что следующие пять лет пройдут под эгидой, я бы не сказал остановки евроинтеграции, но ее замедление и даже приостановление. То есть то, что мы, кстати, наблюдали в Грузии последние пять лет. И в данном случае, я думаю, это вот трагедия как раз-таки Санду, которая считала, что просто быть проевропейским политиком, просто идти под лозунгами «Мы с Европой» и быть популярны в Брюсселе, достаточно, чтобы молдаване считали вас успешным политиком. Нет, молдаване считают, что нужно быть любимой не Брюсселем, а в Молдове. И, к сожалению, у Санду это не получилось. Реакция самой Майи Санду после того, как уже были известны предварительные результаты выборов, референдума, у меня сложилось впечатление по этой реакции, что для нее самой это стало, если не шоком, то очень большой неожиданностью. Вы совершенно правы. Никто не ожидал среди... Я думаю, в какой-то степени мы должны говорить о вот таком пузыре, в том числе пузыре социологическом, когда определенные совершенно компании, которые не всегда дают успешные... В какой-то степени политизированные, в какой-то степени акцентированные на определенные круги, плюс мы же понимаем, если мы говорим про Молдову, она совершенно разделенная страна. То есть она поделена по очень многим параметрам, и в том числе, например, мы должны говорить по параметрам урбанистическое население и сельское. И, конечно, и то же самое диаспора, и те, кто живет внутри Молдовы. И по региональным признакам. И мы видим, что соцопросы не могут этого уловить полностью. И то, что, например, не городское население подавляющим образом голосует против Санду, это, конечно, тот нюанс, который никто не мог уловить, потому что они до этого не могли это видеть ни в данных, ни в своих кругах общения. Еще один вопрос о Майе Санду. Как вам кажется, результаты референдума и выборов, они изменят? Могут ли изменить в чем-то ее подход, ее политику, ее риторику, особенно в свете парламентских выборов в следующем году? Или она, как вам кажется, возможно, продолжит гнуть свою линию? Я думаю, это главный вопрос. И это главный вопрос, который, к слову, определит и результат второго тура. Потому что мы видим тот подход Санду о том, что у нас в Молдове идет геополитическая, скажем так, битва, мы против России, безопасность по главе угла, и мы охраняем Молдову от войны, оно не работает. То есть в Молдове люди обеспокоены плохим управлением, экономикой, коррупцией, и они хотят результата в этих направлениях. И они их не видели за последние 4 года. Поэтому если Санду не сможет переориентировать свою риторику от России, от угроз, которые молдаване не считают приоритетными, если мы откроем рейтинги, откроем соцопросы, мы видим, что для многих Россия остается даже потенциально более важным гарантом безопасности страны, чем Евросоюз. Это удивительно. А главный гарант безопасности – нейтралитет и не вступление в НАТО. И главная проблема в молдавском обществе – это бедность, это цены, это экономика. А война только, скажем так, десятая угроза. Если она не сможет этого понять, то, к сожалению, и она может потенциально проиграть и второй тур выборов, но главное – она утянет за собой и свою партию власти. Ну и подытоживая, хочу процитировать вас же. Мы с вами говорили, в общем-то, о Молдове и о Грузии в начале года, в феврале. Вот тогда вы сказали, что в 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, молдавское правительство сделало геополитический выбор в пользу евроатлантической интеграции. Есть ли риск того, что, ну скажем так, отката этого выбора? В ближайшие годы. Да, если, конечно, в принципе, мы уже видим запрос в обществе на откат определенный, результаты референдума. И, конечно, если парламентские выборы, когда оппозиция, в принципе, выиграет парламентские выборы, этот откат пройдет. Но мы не должны говорить, что этот откат будет означать конец евроинтеграции и будет означать начало эры, скажем так, интеграции с Россией. То есть интеграция просто будет приостановлена, но никто не сможет ни полностью остановить ее, ни тем более заменить ее на более тесные отношения с Россией. В данном случае мы должны говорить, что эпоха доминации России в регионе, будь то Молдова или Грузия, закончилась. Но Россия и внутренние элиты могут до определенного времени затягивать или, я бы сказал, даже замедлять, замораживать интеграцию в Евросоюз. И это, конечно, главная угроза для будущего Молдовы. И это случится уже в следующем году. Давайте поговорим о еще одной стране, которая получила статус кандидата в Евросоюз. Это Грузия. Но при этом с нашего разговора в феврале очень многое произошло. То есть, собственно, в Евросоюзе очень много критиковали изменения в законодательстве, которые произошли в Грузии. Совсем недавно представители 13 стран, членов Евросоюза, заявили о том, что, в общем-то, Грузия не станет членом ЕС, если она принципиально, кардинально не изменит свой курс. И 26 октября, собственно, пройдут выборы, парламентские выборы в Грузии. Можно ли их, по вашему мнению, назвать судьбоносными для Грузии? Да, я думаю, что мы можем говорить именно в таком ключе. По большей степени, потому что альтернатива... То есть, то, что мы видим, то, что происходит, особенно в этом году, мы можем это называть как маски сброшенные. Грузинская мечта строит автократическое государство. И вот эти законы против иностранных агентов, так называемые, или закон о семье и семейных ценностях, во многом, и даже тот факт, что эти выборы будут в какой-то степени подтасованы в пользу правящей партии, все ведет к тому, что грузинская мечта готова в открытую стать авторитарным государством, готова преследовать оппозицию, как любое другое авторитарное государство. И в данном случае единственный вопрос, готовы ли это поддержать массово грузинские избиратели. И вот сейчас мы на этот вопрос получим ответ, потому что других сдерживающих факторов уже нет. То есть, мы видим, что Брюссель не просто уже не волнует Тбилиси, не волнует грузинскую мечту, а уже стал одним из антагонистов, которые грузинская мечта напрямую атакует и говорит, что это та сила, которая пытается разрушить благополучие Грузии. Поэтому, если грузинская мечта выиграет выборы достаточно уверенно, мы должны говорить о том, что про демократию в Грузии мы можем уже забыть на ближайшие 5-10 лет. Опять же, хочу процитировать вас. Из нашего последнего разговора вы тогда, в общем-то, сказали, говоря уже об этих парламентских выборах, что грузинская мечта выиграет парламентские выборы, и Грузия продолжит сидеть на двух стульях. Ну, имеется в виду, да, то есть, вроде бы, политика сближения с Евросоюзом, и с другой стороны, политика, направленная на, собственно, внутреннее общество, то, что мы здесь отдельно строим у нас свой путь. Из сказанного вами, вот буквально сейчас, я понимаю, что сейчас грузинская мечта уже планирует сидеть, наверное, не на двух стульях, а сместиться все-таки на один стул. Я правильно понял? Нет, у них уже, я бы сказал, четыре стула. То есть, понятно, вопрос в чем стоит? В том, что грузинская мечта сегодня развивает отношения не только с Москвой, но и с Китаем, и, понятное дело, с Турцией, и с странами Персидского залива. И, конечно, другое дело, что Евросоюз остается главной мечтой грузинского населения. Поэтому этот стул они не готовы сами отбрасывать. Они хотят, чтобы Брюссель делал вот эти шаги, которые они потом будут объяснять как агрессивными по отношению к Грузии. И что выборы принесут нам? Вот вопрос в чем? В том, что, конечно, они их выиграют. Вопрос, нарисуют они, то есть, выиграют они с 45 процентами, либо сделают себе конституционное большинство. Действительно, серьезно подтасовав результаты ради этого конституционного большинства. И в данном случае вопрос, опять же, второй, это как себя поведет Брюссель. Потому что тот факт, что Брюссель просто не дает деньги, то есть, говорит, мы тогда не дадим вам 100 миллионов евро, которые обещали. Для Иванишвили и его компании это ничего не значит. Даже если то, что они говорят, не будет членства в ЕС, но, в принципе, мы должны говорить о том, что даже вот Санду и ее наиболее проевропейское правительство не получило бы членство в ближайшие 5-10 лет, даже оставшейся у власти. Поэтому для грузинской мечты главное сделать так, чтобы если пойдут действительно серьезные последствия из Брюсселя, а я все равно их не ожидаю, сделать так, чтобы виновным оказался в глазах грузин именно Брюссель, а не грузинская мечта. В таком случае, насколько, скажем, критическое влияние может оказать фактор самих грузин? Как вы сказали, присоединение к Евросоюзу это мечта, собственно, многих грузин. И тут вспоминается 2013-2014 год, Украина, где, в общем-то, власть, которая была на тот момент в Киеве, развернулась от Евросоюза, сделала разворот на 180 градусов, население выступило против, ну и, собственно, мы знаем, к чему это привело. Случился Евромайдан, и допускаете ли вы возможность такого же или похожего сценария в Грузии? В случае, если все-таки, как вы сказали, да, будет убедительная победа грузинской мечты и, ну, будет явный разворот, скажем, от Евросоюза? Я думаю, что мы должны ожидать после этих выборов политический кризис в Грузии. То есть мы видим, что страна расколота, что, как-никак, антиправительственные настроения серьезные. Они, может, их не большинство, но они, например, действительно, Тбилиси – это оппозиционный в какой-то степени город. И, конечно, какие бы результаты ни были, оппозиция будет протестовать, и будут большие протесты в Тбилиси. Другой вопрос, конечно, насколько это будет достаточным, дабы развернуть эти результаты, как сделать еще один Майдан, еще одну революцию. И здесь вопрос, я думаю, будет стоять, насколько возможны ошибки со стороны правящей партии грузинской мечты. То есть если даже мы возьмем, вернемся к этой аналогии с Украиной, Евромайдана бы не случилось, если бы не разогнали студентов, если бы Янукович не решил показать силу, если бы не совершались во время этого противостояния на протяжении месяцев одна ошибка за другой. Готова ли грузинская мечта показать себя как силой зрелой, либо она будет совершать ошибки? Вот это главный вопрос. Пока мы видим, что в течение этого года эти ошибки уже совершались. Вот эти законы, которые были приняты, некоторые из них, наоборот, мобилизовали противников. Готова ли грузинская мечта и тот же Иванишвили вести себя умеренно, либо и они поведутся на, я не знаю, у себя на каких-то эмоциональных поводах? Вот это главный вопрос. Но пока предпосылок нет, все-таки эти выборы будут скорее не о геополитике, а будут об экономике. И для большинства избирателей грузинской мечты это правительство достигло хороших результатов с точки зрения их социально-экономического развития, того, что избиратель ждет. Избиратель грузинской мечты и среднестатистический грузин. Нет, я бы так не говорил. Потому что мы видим все равно, что Россия, как бы она ни пыталась, она не может восстановить свое влияние. Она может быть спойлером, она может действительно замедлять развитие этих стран, она может действительно вставлять в палки колеса, например, тому же Евросоюзу. Но мы уже видим действительно, как все поменялось, если мы будем смотреть на 2013 год. То есть когда Россия действительно была доминантной силой в регионе, а Евросоюз был только, скажем так, его альтернативой. Поэтому уже все это изменилось. Но вот что мы видим действительно, это то, что население этого региона, будь то Молдова, будь то Грузия, и вот даже возьмем Беларусь или Среднюю Азию, они все-таки не хотят втягиваться в это геополитическое противостояние. Они хотят быть в стороне и получать выгоду от сотрудничества с обеими странами. То есть они хотят, вот Молдаване хотят и быть членом Евросоюза, но они хотят также и хороших отношений с Россией, торговать и иметь разного рода от этого ковришки. Другое дело, что это уже невозможно. Но пока осознание этого еще не произошло. Ну и, собственно, не могу не спросить и о Беларуси, потому что буквально недавно стало известно о том, что уже назначена дата в следующих президентских выборах. Ну, возможно, мы можем их просто в кавычки ставить. 26 января 2025 года пройдут президентские выборы в Беларуси. И, собственно, лидер оппозиции белорусской, Светлана Тихановская, она уже назвала их фарсом, призвала их и белорусов, и международную общественность в общем-то отвергнуть эти выборы. Насколько я понимаю, Александр Лукашенко снова будет на них идти. Соответственно, ожидания части исследователей, экспертов о том, что, возможно, готовится уже какой-то преемник, я так понимаю, эти ожидания можно отложить еще, как минимум, на несколько лет. Совершенно верно, Лукашенко эти выборы делает под себя. И у Лукашенко нет никакого желания уходить из власти. И поэтому никаких нет разговоров ни про преемника, ни про потенциальную замену. И главное для Лукашенко, что Россию он полностью устраивает, он главный проводник российских интересов. И репрессивный аппарат, скажем так, работает исправно. А главное, что все-таки, как бы это ни печально было и ни звучало, оппозиция Светлана Тихановская в глазах белорусов внутри страны себя исчерпала и в какой-то степени растеряла полностью ту легитимность, которую ей дали в 2020 году. Поэтому Лукашенко пока, можно сказать, ведет себя как триумфатор. У него нет никакого соперника ни внутри страны, ни за его пределами, которые мог бы бросить вызов этой системе и этому режиму. Ну а сам тайминг того, что выборы пройдут именно в январе следующего года, он, как вам кажется, был вызван какими-то событиями? Или это просто, условно, дата, которая ничего не значит? Просто подошел срок, скажем так? Нет, это, конечно, выборы досрочные. То есть они пройдут на полгода раньше, чем они должны были бы пройти. Но это не сенсация, потому что Лукашенко начал к этим выборам готовиться еще уже летом, уже в июне этого года. И мы, к слову, с моим коллегой об этом написали, сказали, что Лукашенко проведет досрочные выборы. Вопрос в том, что Лукашенко их проводит, потому что, первое, таким образом он застигает врасплох ту же оппозицию, которая долгое время обсуждала, как готовиться к выборам летом следующего года. А второе, это тот факт, что для него это удобное, скажем так, время, с точки зрения того, что он, мы говорили об этом только, что у него нет никакой силы, которая могла бы бросить ему вызов. Ни белорусская оппозиция, ни страны Запада на это не готовы идти сегодня. И второе, ситуация внутри страны пока стабильна. Он сам не знает, как долго эта стабильность может продлиться, потому что она зависит не от него. Она зависит от войны, она зависит от России. И он прекрасно понимает, что в России все может быть как стабильно на десятилетия, так и развалиться в один момент. И он просто хочет опередить события. И этой зимой это наиболее близкое, наиболее удобное время. Ригар, хочу вас поблагодарить за ваше время, за ваши ответы. Еще раз представлю сегодняшнего нашего гостя, старший исследователь Финского института международных отношений. Ригар Нижников был с нами. Спасибо вам еще раз. Спасибо вам. Да, ну а на этом я с вами прощаюсь и увидимся уже в следующем интервью. Всего доброго.